Мы продолжаем работать в прямом эфире, следующих полчаса посвятим следующей теме. Иногда, благодаря разным точкам зрения, можно получить золотую середину, ну или вернее истину. А иногда разные точки зрения приводят к конфликту, и этот конфликт, собственно, может оставаться очень долгим и увеличиваться, и создавать более сложную ситуацию между людьми или между разными представителями сторон. Это может быть не один человек, а целая группа людей. Ну вот поговорим о том, как правильно находить общий язык в конфликтных ситуациях прямо сейчас. Ольга Хайдукова, психолог у нас в студии. Ольга, приветствуем вас. Ну действительно, тема для нас, особенно в разрезе событий, которые случились три года назад, я имею в виду 2 мая 2014 года, принята. Не знаю, насколько, кстати, это правда и правильно, но тем не менее принято говорить о том, что условно там люди делятся на два лагеря. Возможно, не все, даже кто-то говорит и про три лагеря, кто вообще не высказывает как-то свою точку зрения. Тем не менее, мы понимаем, что некий мировоззренческий, подчеркиваю, конфликт в обществе, он был. И вот, в принципе, что делать в таких ситуациях? Есть ли смысл подавать руку, идти с диалогом в подобных мировоззренческих конфликтах? Как себя вести? Ну, вопросы очень сложные, потому что для того, чтобы на него попытаться ответить и вообще искать какое-то решение в данной истории, необходимо понять, что это за два лагеря, определить, точно ли там два лагеря, лагеря ли это вовсе. Может быть, если опросить всех, ну скажем так, людей, которые знают про это событие и как-то к этому относятся, выяснится, что мнений гораздо больше. Раз. Вторая позиция, кто-то же поделил на два лагеря. А, то есть есть еще выгодно. Кто-то, кому это выгодно. Любая классификация происходит не просто так. Это необходимо для того, чтобы сориентироваться, что вообще происходит. Человеку склонен искать взаимосвязи, определять классификацию, таким образом легче просто как-то соотнестись с тем или иным каким-то мировоззрением. Да, что такое мировоззрение, отдельный вопрос. Это о чем мы здесь говорим. Достаточно сложно, ну вот так, ответить на ваш вопрос, потому что он слишком широкий. Это большое исследование, я думаю, этому можно уделить не одну работу. Но нужно вот эту пропасть сокращать между людьми или оставить на какое-то время, возможно, в покое всех участников конфликта? Я не знаю, как вы лично отвечаете на этот вопрос для себя. На самом-то деле для каждого человека эта ситуация в каком-то смысле знакома, в другом абсолютно проявлении, в других темах. И каждый имеет свою формулу, да, действия. Смотрите, вот обращаясь к вашему вопросу про сокращение пропасти, во-первых, вы, похоже, говорите о некоторой дистанции, да, о таких различиях, которые непримиримы. И, соответственно, моя личная потребность, если обнаруживается во мне, про то, что я хочу эту дистанцию с кем-то, с кем я очень не согласна по каким-то важным вопросам, которые для меня являются основополагающим в моем мировоззрении или вообще в том, как я живу, то я тогда, ну, решаю, да, есть там эта цель или нет. Вот. Говорить о всеобщей цели, ну, это тоталитаризм. Ну, потому что там, где появляются все, где появляется всем надо и что-то, какая-то третья сила должна делать с какими-то, значит, двумя или тремя группами без согласия этих групп, ну, это, в общем, такая некорректная остановка. Ну, давайте тогда попробуем немножко сузить кругозор. Условно говоря, будем рассматривать на примере коллектива или на примере семьи. Когда в семье возникает конфликт на любой почве, будь то бытовая, ну, тут только два участника будем называть, хотя в конфликте может участвовать и ребенок, как причина, но будем называть только два. И вот в коллективе, когда возникает два, условно говоря, лагеря, пусть так. Я всегда люблю обращать внимание сначала на пояснение каких-то терминов, что мы имеем в виду, когда говорим, да, потому что часто некоторое бытовое восприятие сильно может разниться. И мне кажется, главным таким основополагающим словарем в этом смысле является, какие вообще есть способы взаимодействия между людьми, если мы говорим об общении, да. Но диалог. В том числе. А перед диалогом я бы выделила еще, ну, вот в социальной психологии есть такая тоже классификация про, значит, ну, понятное дело, что это тоже попытка свести к какому-то формату, да, это явление и как-то на него повлиять. Выделяют императивное общение. Это такая достаточно директивная форма обращения одного человека к другому или там между группами, да, которая призвана, которую используют для того, чтобы взять под контроль поведение, внутренние установки другого человека или группы. Ну, и, в общем, есть ясная цель. Ну, хорошим примером может быть, например, приказ. Притом приказ не только в юридической форме, ну, в общем, если обращаться к семьям, ну, наверняка вы часто слышали, если для вас это не ваш опыт, ну, где-нибудь на детских площадках, помой руки, например. Вот отношения взрослых тоже. Не носи это платье, побрейся. Ну, в общем, это некоторая форма директивная такая. Вторая форма – это манипуляционный вид общения. По сути, ну, в общем, это тоже, ну, целью является, как и в предыдущей классификации, подчинение взять под контроль, сделать так, чтобы другой человек или группа людей поступили так, как мне хочется, так, как мне нужно. Привести, в общем, к некоторому решению. И в первой и во второй форме взаимодействия, да, если мы там переложим, например, на личностное общение, самый главный недостаток в том, что, по сути, это некоторый монолог того человека или той группы людей, которые хотят, ну, сильно убедить там вторую сторону сильно несогласную. И, в общем, то, о чём вы говорили о диалоге, да, диалог, на мой взгляд, это уникальная такая форма взаимодействия между двумя людьми или группами людей, потому что она сильно отличается от предыдущих. И, в общем, она, на мой взгляд, является единственной конструктивной, потому что самое главное в общении, ведь цель, вот мне зачем, да? Если, например, мне важно понять другого человека, то, конечно, диалог — это единственный возможный формат выстраивания отношений для того, чтобы чего-то там про вас узнать, да? Если мне важно, чтобы вы согласились с моей точкой зрения, конечно, диалог не подходит, потому что диалог предполагает следующие моменты. Во-первых, ну, некоторое такое отстранение от собственного эгоцентризма и, ну, такой убеждённости, что то, что я знаю про себя, про тебя, про мир, про то, как всё устроено, — это единственная правильная форма. И, в общем, если ты сильно противоречишь своим текстам или посланиям мне, то я сильно, значит, обижаюсь, расстраиваюсь, не делай так. Но, в общем, диалог предполагает следующая позиция. Два человека или две группы людей находятся в равном положении. Никто из них не правее, никто из них не ошибается. Мы принимаем за основу, что если мы говорим о семейном конфликте, например, муж с женой чего-то там не поделили нам, не могут решить, ехать ли на дачу или нет. Можно, ну, конечно, бесконечно спорить, и часто от бессилия мы можем обращаться в споре к каким-то предыдущим неприятным фактам, связанным с прошлым опытом, где кто-то был не согласен и получилось вот плохо. В диалоге что я делаю? Я спрашиваю, а как ты считаешь вот прямо сейчас, ты хочешь ехать на дачу там или нет? То есть это что, умение задать правильный вопрос, умение... Это умение слышать и видеть другого человека. Для этого необходимы определенные навыки. Гораздо легче. И, в общем, ну, как-то легче воспринимается, и, ну, наше общество, оно во многом достаточно, ну, во многих вещах достаточно такое авторитарное, директивное. Но бывает же такое, что даже человек, который стремится к диалогу, он вот не может себя заставить и перейти на ту сторону, да, на сторону диалога, на сторону понимания того, и процесса там услышать человека, увидеть его, но не получается. Ну, в общем, приходим еще к одному важному моменту касательно важной характеристики диалога. Я, как участница определенного конфликта, если принимаю, что мне необходимо, ну, не быть правой, а, в общем, как-то приблизиться к человеку, договориться с ним, Соответственно, это некоторые правила, по которым мы сейчас будем выстраивать наше взаимодействие. Одно из правил — это стараться, ну, максимально уйти от собственных установок, ну, про то, как должно быть устроено, а услышать. Это, во-первых, дать возможность другому высказаться. И если мне это не нравится, иметь свободу в том, чтобы про это сообщить. Ну, не в смысле не делать так, а сказать, слушай, мне больно, мне обидно сейчас. Ну, это определенная форма искренности, которую человек в основном боится продемонстрировать, потому что боится, опять же, быть, ну, ударенным в эту сторону. Потому что в каком-то смысле это открытость. Ну, да, в каком-то смысле можно это назвать, опять же, это некоторая установка, что это якобы уясовимость. Если я сообщаю честно о том, что мне сейчас очень страшно, когда, ну, там, ты говоришь мне вот это, да, или мне очень неприятно слышать вот этот текст, или я очень расстраиваюсь, или мне стыдно, ну, там, да, сообщать про какие-то свои собственные переживания, реакции. То, в общем, есть опасность, что другой не способен выдерживать меня в таком состоянии. Это раз. Там очень много, может быть, разных вариантов, да, почему люди избегают. Ну, например, это, на самом деле, сильно упрощает жизнь. Мы можем поразнуть. А может быть, люди избегают только потому, что не видят, что с другой стороны будет такая же готовность к компромиссу и примирению. Важно, чтобы две стороны определённо готовы были, собственно, ну, к компромиссу. Или это может быть только с одной стороны? Обязательно. Обязательно две стороны должны быть. Ну, как же они тогда могут понять это? Это же не написано. Спросить. Спросить. Ну, это великая сила спрашивать, прояснять, а не фантазировать и догадываться. Если у меня есть некоторый конфликт, я обнаруживаю готовность и заинтересованность его разрешить. Одна, я не могу это сделать, иначе это будет некоторый монолог в моей голове. Соответственно, я прихожу к человеку и спрашиваю, слушай, вот у меня такая проблема. Я, ну, вот так себя чувствую из-за того, что мы поссорились, да, или из-за того, что мы не можем договориться. Ты готов со мной сейчас прояснять это всё? Если человек говорит, слушай, нет. А нет в этом ничего наигранного такого искусственного? Вот сейчас сядь и приготовься. Я буду вещать, у меня сейчас очень расстроена. Ну, знаете, манипуляционный способ взаимодействия гораздо наигранней и нечестен. Потому что, ну, важно, ну, вот в диалоге прежде всего уважение, да, уважение к своим границам собственным. Ну, то есть я что-то не позволю с собой сделать и, ну, там, предупреждаю, собственно, если я знаю, да, как нельзя со мной поступать. И, соответственно, я, ну, не делаю чего-то с другим. Ну, даю себе стоп, как бы не хотелось. Я могу сообщать, я так на тебя злюсь и прям, ну, топать ногой и, в общем, как-то расстраиваться на этот счёт. Но при этом это не значит, что я сейчас, ну, прям уйду, отвергну. Ну, да, часто там многие люди не способны выносить реакцию от другого человека из-за, ну, там, какого-то личного опыта. Когда, ну, другой злится или плачет, да, или как-то реагирует очень остро. Кстати, мужчины часто говорят, что они не могут терпеть женских слов. Да, и часто такие люди выбирают уйти. В этот момент, понятное дело, ну, диалог останавливается. Более того, ну, эта реакция, она воспринимается другим часто как отвержение или, ну, там, его бросили, да, один на один с проблемой. Поэтому вот эта устойчивость, возможно, только если мы постараемся, вот две конфликтующие стороны, допустим, да, если каждая из этих сторон постарается оставаться в диалоге, несмотря ни на что. И, ну, скажем так, честно, честно реагировать и честно слышать. И стараться не переубеждать, а скорее вместе в диалоге, ну, какое-то решение общее, подходящее, прояснить. Это очень хорошо, и это в идеальном каком-то варианте. Но следует же понимать, что чаще всего, если особенно мы говорим о группах людей, которые поделены, скажем так, на какие-то разные лагеря, да, один лагерь приветствует одно мнение, а другой категорически другое. Если нет желания сближаться у одной стороны, есть какая-то формула, может быть, которая позволит это расстояние уменьшить, ну, вот у той стороны, которая обладает инициативой в данном случае. Давайте вот там к вашему вопросу, прежде всего, кем поделена. Кем поделена, вот у него и выясняйте, какая цель была делить, раз. Если некоторые две группы появляются, да, и их ясно как-то обозначают, соответственно, тот, кто их разделяет, он вовлекает эти две группы в определенную конкуренцию за истинность якобы, да, что есть одно только решение или только одно правильное какое-то отношение к той или иной ситуации. Вот опять же, там, где появляется одно для всех истинность, некоторая, ну, такая прям, все должны как-то одинаково думать, мы лишаемся свободы, мы нарушаем главное правило человека на свободу воли, свободу выражения и собственного мнения и, в общем, какого-то отношения. Если это происходит, то мы получаем, опять же, ну, какое-то очень такое тоталитарное общество, да, и в истории есть много примеров. Я всегда за решение, ну, конфликтов между человек-человек. Поэтому, ну, вот моя задача такая человеческая, да, в своей собственной жизни присматривать за собой, как я, в общем-то, чем недовольна в окружающих людях, и, в общем, выяснять по-честному с собою, почему так происходит, почему меня так сильно задевает и ранит, что, не знаю, там, мой сосед из третьего подъезда не согласен по какому-то вопросу со мной, почему мне так сильно нужно его переубедить и склонить к какому-то другому мнению, которое очень похоже на мое. Это же вопрос на самом деле. Если мы говорим об объединении общества, мне кажется, ну, ничего лучше не объединяет общество, нежели толерантность к разнообразию, потому что это позволяет создавать некоторую такую атмосферу, ну, разности, да, получения разного опыта. Если в процессе возникают какие-то конфликты, безусловно, их нужно решать, но тут, ну, знаете, вот просто… Ну, конфликт — это хорошо, по сути? На мой взгляд, да. Вопрос всегда в форме, которая применяется для разрешения конфликта. Любой конфликт, по сути, помогает высказаться, помогает снять напряжение, даже если мы говорим о каких-то страшных конфликтах, да, которые пугают. Тем не менее, это, ну, производит некоторый такой эффект обновления реальности, перезагрузки и добавления, ну, каких-то других оттенков. Вопрос только в том, что очень сложно, на самом деле, в конфликте быть. Для этого необходима, ну, там, поддержка, да, поэтому, может, и происходит деление на какие-то лагеря, да, условно говоря, потому что если я один на один против всех, это, конечно, большая задача. А если рядом со мной еще пять человек, то я, вроде как, поувереннее чувствую себя. Ну, если подводить черту, то, наверное, стоит пожелать друг другу видеть друг друга и слышать друг друга. Это действительно важно, и в том числе в процессе разрешения конфликтов. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Всего доброго. Наша постоянная рубрика. Сегодня говорили о том, как строить диалог в конфликтных ситуациях. Буквально через две минуты поговорим о свободе в Украине, как это работает. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова